Знамя Победы Знамя Победы 1-й батарея 106-го минометного полка 1-й минометной прессской бригады 5-й артиллерийской краснознаменной дивизии Александр Муравьев. Он одним из первых своими боевыми товарищами ворвался в восточную окраину столицы Третьего рейха и под пулеметным огнем, забравшись на крышу пятиэтажного здания, закрепил там алое полотночь. Но символ Победы согласно замыслу командования должно было стать знамя поднятым Рейхстагом. Во-первых, это самое заметное здание в историческом центре Берлина, господствующая высота. Во-вторых, с провокационного поджога Рейхстага 27 февраля 1933 года Германия начала с диктатуры. Бойцы 105-й стрелковой ордена Гутузова 2-й степени Идринской дивизии под командованием генерал-майора Василия Шатилова приступили к штурму Рейхстага утром 30 апреля 1945 года. Знамя Победы прикрепили ремнями конные статуи кайзера Вильгельма I, сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария и лейтенант Алексей Перес, заместитель комбата по политической части. Знаменную группу прикрывал огнем рот автоматчиков под командованием старшего сержанта Ильи Сьянова. Все они были из батальона капитана Неустроева. Флаг Неустроевцев устоял в бою, хотя Рейхстаг еще долго горел и содрогался от взрывов. Окончательно подавить немецкое сопротивление в его окрестностях удалось только к исходу 1 мая. Этому флагу и суждено было стать знаменем Победы. 2 мая Егоров и Кантария перенесли свой флаг еще выше, закрепили его на разрушенном куполе Рейхстага. Тогда же, 2 и 3 мая, фотокорреспонденты и кинодекоменталисты запечатлели торжество победителей на развальных Рейхстагах. К тому времени бои на улицах Берлина утихли и сотни флагов дрели над берлинскими крышами. 3 мая в газете «Правда» передовица вышла под триумфальной шапкой «Знамя Победы выдружено над Берлином». 9 мая 1065 года на параде, посвященном 20-летию Победы, легендарное знамя проплыло над Красной площадью. Его бережно пронесли герои Советского Союза, участники штурма Рейхстага, полковник Самсонов, Егоров и Кантария. Перед парадом штурмовый флаг отреставрировали. Вместо оторванной нижней кромки вшили сетку. Сами герои рассуждали скромно и справедливо. Знамя над Рейхстагом подняла вся Красная Армия. Вспомнить всех по именам невозможно, но глядя из фотографий тех, кто штурмовал Рейхстаг и брал Берлин, мы осознаем, что их доблесть была продолжением подвига героев Бреста и Волоколамского шоссе, Сталинграда и Прохоровки, Корсуни и Будапешта, прославленных и известных. Все они победители.